всем привет есть еще один вопрос как делать швы в блендере и тут тут да несколько способов в общем то можно делать хайпольные наш вы например взяли какой-нибудь квадратик сплю с ним его на этом подразделим сейчас я поделю на равные как бы такие где-то квадратики еще чуть-чуть подсплюсну а вроде бы получилась теперь нажму с обдевает и еще раз обдевает вот выделим выделим вот эти полигоны раз-два и экструдирую их вот это удалю и тут удалю фейсы так и и и теперь сделаем до какой-то типа нахлёстик вот эту штуку я чуть-чуть сюда сложу а вот здесь выделю и сделала control b и одно подразделение и нажиму control минус наш обсудить выделение и вот эту штуку сюда перетяну на теперь при сглаживании будет вот такая вот штукенция получаться нам так теперь теперь возьмем сами швы перейдем в точке выделим вот здесь дать и будет проходить строчка возьму нажму ссылок чекер деселок до через одно сделала также можно там порегулировать сколько пропускать через сколько в общем так нажимаем control шик б это был для вершин и сделаем вот так теперь нажмем спрячем нет не экструдируем вниз вот где-то приблизительно так нажимаем м ибо и диковой коллапсим да вот получилась такая штука теперь к этой штуке применим до в волос с обдевать с одним подразделением control и применим теперь нажимаю alt клик shift д дай копирую эту штуку я соединяю и п с ваш в отдельный элемент да теперь эту штуку нажимаю добывая конвертирую ее а ну можно добавляю можно object да и где-то тут конверт найти просто у тех у кого выделение левой кнопки надо правой кнопкой нажать и тогда выпадет вот эта менюшка конвертируем в кривую заходим в кривой геометрии депс ну и делаем там толщину ли не уменьшим до 2 а и при сглаживании вот получается и это сглажу да вот такой шовчик такая себе строчка но эта строчка высокополигональная да нам бы что-то сделать ниже так тут уберем нажму теперь опять и добавили опять конвертируем мэш для того чтобы я мог эту строчку присоединить к этому объекту control джей все присоединилась тут теперь краешки нам можно чуть вот это билит только да в режиме прозрачности в режиме вайф и подделяем вот и вот здесь так же самое а эти точки вот эти и вот эти я нажму shift е или вот здесь можно мин крис покрутил и все равно надо и вот эти вот эти ребра тоже чтобы не сглаживались хотя в принципе можно было там применить и удалить а ну да действительно да да так даже будет наверно сейчас вот да то есть осталось теперь мне вообще надо подготовить хайпойку вот я буду запекать с нее в принципе можно и с модификаторами можно это все дело и применить да посмотрим так ну в принципе что там но выглядит да не очень даже хотя шейд смут и вот не такая она и высоко полигональная да и в общем все работает вот а можно это все дело запечь так давайте на всякий случай копируем а вот здесь я применю control 3 нажимаю control и make all modifiers да то есть применю тут поскольку там текстура тайлинговая будет да нужно так вот сделать чтобы там на половинке части как бы у нас брали и друг с другом стыковались да поэтому сейчас столько . появилась давайте все таки пока что уберу его вот эту часть и вот эту убираю икс вот и чтоб секс тыковались да я сейчас обдевать применим не надо чтобы она тут закруглялась да то есть это и это так что не друг даю так видите она сглаживается мин крис если тут покрутить и крутить на то он уже не дает сгладиться вот да получили как бы такой эпизод что ли вот дальше дальше мне надо сделать сюда мою низко полигональную модельку вот я возьму эти две точки скопирую также ps в экшена соединяю их вот и не есть выделю модификатор тут не нужен захожу режим редактирования выделяем их нажимаем нажимаем е привязку точкам не не до этих точек вот и приподниму его ну то есть есть и вот это у меня можно назвать л.п. можно переименовывать просто выделяем нажимая в 2 вот далее перейдем в шейдинг кстати да вот это вот можно в блендере например даже если надо вам запечь типа нормал map можно тупо в маккап выбрать нормал и вот она норма да там взяли от рендер или viewport мне это будет у вас нормал да то же самое если хотите там ambient окклюжен вот то амбер там бед можно по моему вот здесь видите пассы комбайнер и можно выбрать ambient окклюжен да все пропало но если включить его и ambient видите все появилось и это также можно как бы по сути типа запечь быстро но нужно будет фотошопе по обрезать как бы лишние вот то есть ну как вариант тоже можно но мы сейчас запечем до нажму слышь покажу обратно вот дальше иду в шейдинг и вот выделяю сначала high поле потом low поле свою создаю материал соответственно создастся к активному элементу тут добавляю текстура имидж где-то на создадим хотя тысячи нам хватит еще 24 пусть такая будет первая норма назову запечем нам выделяю этот объект иду рендер выбираем сайков с и вине умеет печь вот переходим в пункте бэйк и выбираем здесь норму говорим что будем печь с выделенного на активный кейч там 0 1 поставим вот да и нажмем кнопку бэйк так что ничего 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 нету еще раз это открыто так это тупому а блин это все до сделал из точек вот эту штуку а в ней нет юви развертки надо вообще пустые понятно шоу некуда печь нажму у ангра вот и теперь еще раз попробую выделяю раз два тут главное должна быть выделена бэйк и поставим на место она сверху должна быть еще раз не нравится минуту и зеленый цвет возможно значение так что могу пойти так контр-выиски давайте все хорошо зеленая какая-то некрасивая штука не нравится так она сейчас посмотрим и тут не вывернут или там нормально да наоборот и вот этот где красная видимо такой косяк выделили все shift и нажали теперь у нас должно все получиться хорошо вот еще раз два ну 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 ты же можешь так так тут все хорошо не знаю как создам ну ну назовем 0 1 2 хорошо то то что висела как видать в кэше это та текстура вот то есть нормал есть shift альтез сохранить ее как рабочий стол норма пусть там будет на сохранить обязательно вот и создадим еще одну назовем а о 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 бы ну и вот у нас амбент запекся тоже shift alt с сохраним какого вода то есть ну часть мы сохранили все хорошо то есть можно работать дальше да в принципе так давайте перейдем сюда создание какой-нибудь мы вот сейчас там его подразделю несколько раз например вот тут я хочу там делать какие-то по контуру шовчики до чтобы у меня были вот зайдем а теперь опять шейдинг создадим самым материалом давайте отключим и вот и сюда применим эти текстурки первое сюда а вот да и а у обычно накладывается у нас миксер джиби нам вторым цветом в режиме мультиплай на он получился кусочек так и вот это будет наш базовый цвет до какой-то каким оно должно быть например таким и вот мы видим эту штуку пока такое оставим а вот это черное чтобы его не было просто альфу на фактор поставить чуть-чуть что-то есть какое-то беленькая вот дальше но в принципе да и и можно там по масштабировать он регулировать будете когда прокручивать так ну а что делать нам надо по краю допустить него вот пойдем тогда в юви эдитинг и по краю сейчас я выделяю попытаюсь это 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 и это надо ну или вообще да по самому краю это мы сделаем сейчас вот здесь вот здесь по строчке здесь и здесь да нажмем он враг да он врагнулась она у нас не очень вот в принципе нужно это как отдельными частями да сделать вот например вот здесь вот пойдет строчка я выделяю с помощью контрола нажимаю у андраб а теперь от этого элемента к этому пойдет строчка опять угол да сюда сюда да так есть так и вот где-то они у меня тут развернулись вот это можно режим айванс да сделать вот так вот еще чтобы видеть да где это не та часть вот тут наверно мои части нет не те выделял то что такое вот вот одна нет накладывались вот это одна штука что-то я тут они у нас да еще я попересекал их взял один и тот же ладно так сейчас возьму вот эти возьму сначала квадратики все как там смасштабирую куда-то маленькие оставлю да так вот эту беру нажимаю отсюда и отсюда до сюда нажимаю андраб вот они две штуки получились и теперь сделаем вот отсюда 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 и от этой точечки до вот этой тоже андраб есть так и по сути их можно по накладывать друг на друга взять там у нас на 08 по игреку 05 выберем 05 только все выбираем а вот по иксу сдвигаем так и тут 08 а тут 05 да в то же место располагаем так ну вот одни эти куски вот да что мы дальше можем показать как у нас посмотреть в шейдинге да все что у нас стоит по одному отлично видим пока что полосочку так тут тоже отображаем и нажимаем ну то есть если мы их будем переносить да то есть вот мы вот здесь видим это кстати опять же да для лучшего чтобы вам вот на UVUS в режиме редактирования лучше видеть было можно можно там фейсы да вот подсветку убрать убирать уже нету такого затенения и все видно а дальше просто масштабируем да то есть вот получились швы у нас вот ну и некоторые конечно придется там по подгонять например выделили где он где то у нас целиком и куда то совы так взял опять все по выделял чем режим айванс целиком а сейчас надо выделить ну там ну там тут неудобно короче да то есть вот распределили эти швы как надо дальше мы забыли что в шейдинге это мы добавили просто пока что ао нам еще надо текстурка на норму норму только тут обязательно ставим нон кава и добавляем вектор норму кава кава норму норму да и получаем такую штуку дальше вот те можно куда то передвинуть где наши маленькие вот они квадратики ну чтоб не было у того они где то штайлились да и получалось вот каждый квадратиком на какую нибудь можно там смасштабировать сюда куда нибудь передвинем и все да то есть вот они шевчики получились они там дают блики свои все хорошо если хотите чуть амбиент усилить можно использовать конвектор color ramp да вот сюда на кава и например двигаете да он будет чернее и как бы выразительный такой эффект вот да то есть без проблем с в принципе то же самое например можно взять нашу мартышку возьму возьму я на один подразделю и применю модификатор и уши кстати у мартышки да вот например есть уже ю и координаты вот вот а мы например хотим взять вот в этих местах да вот выделение нанести к примеру швы вот а те ю и координаты трогать нельзя потому что у вас еще какая то там текстура покрашена что то да что можно сделать можно пойти и в ю и координатах создать еще одну потом ее выбрать показать чтоб мы ее видели тут вот сейчас мы работаем именно со вторым юви выделю все нажму да уберу также тут выделяю с масштабируем g вот так сделаем дальше выделяю тут сделаем разрезики небольшие вот здесь и вот здесь нажму control e mark sim и выделю вот эти штуки раз два чтоб они тут разъединились нажму u unwrap да сейчас они вот так выглядят но разъединены вот потом там у меня стоит юви и toolkit есть и в текстуле то и можно ну нужно их привести да как бы квадрат никому виду вот там когда-то я там в руки с креслом показывал как это делать вот я просто сейчас клацну тут одну кнопку и она вот это да и они стали в общем квадратные вот теперь эту штуку разверну ну и ну к усредним вот равное расстояние ну и также можем указать да можем теперь посмотреть где наша там норма ой не та на этой да вот куда она должна там попадать ну и эти две тоже все равно какие-то они разные по размерам приблизительно так и масштабируем допустим так да сейчас как бы ничего не видим пойдем в шейтинг да и тут создаем материал вот 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 такая пусть будет и также добавляем эти текстуры а или у нас уже даже есть же материал уже совсем это какой вот этот да и сейчас она по совершенно другим UV у нас там размоталась а мы говорим что хотим использовать другие UV координаты то есть для вот этих да и сюда можно удалить так так сейчас все хорошо а там пойдем где-то надо остальные нажимаю ctrl i сейчас выделю а вот они эти квадратики что-то разбросаны на какую-то там область наводим где нет этого и все да получаем такую штуку так как-то так да сюда можно добавить вектор например бамп вот сейчас добавлю какую-нибудь нойс тексту вот на хейт вот так увеличим добавим шума типа какая-то кожаная приблизительно вот так сделали и все это опять же можно запечь уже в текстурку или в нормалку уже для самой там мартышки небольшое небольшое сделаю вот так вот и как это сделать да обязательно нужно в картах выбрать первую также там создадим текстуру new пусть будет там all норму и и идем жмем да только вот это убираем select то актив нам надо вот то что мы тут нагородили просто в одну карту запечь ну как видите да на ней вот все появилось и наша типа фактура кожи и наши шовчики появились вот ну это такой не знаю метод возможно многим непонятен сейчас еще один да покажем чуть-чуть попроще я так думаю во всяком случае так для этого нам надо создать какой-то шовчик да давайте шовчик шовчик вот я буду создавать shift a добавим play нажму зайду в режим редактирования по subdivide удалим вот эти эти точки x вот оставили эти перейду на вид фронт нажму ctrl shift раздвину и добавлю одну точку а эту точку возьмем вниз опустим как-то так на теперь это беру конвертирует тоже в кривую кривой добавим все так же толщины тут уменьшим нажмем ctrl 3 посмотрим чуть надо бы поплотнее выделю две точки с о да где то вот так так и относительно нашего пивота можно приподнять так и сделал хорошо модификатор отключу хотя наверное подразделение 1 можно будет применить ладно давайте отключим нажимаю ctrl и и опять конвертируем в меш на эту то есть мы будем уже играться и эти швы создавать как надо дальше я беру создаю кривую е вот дальше вот этим пока уберем добавляю модификатор array и добавляю модификатор curve кривых выбираем нашу кривую вот она можно и сюда пипеткой тиснуть и она у нас уже по кривой пошло теперь выбрали объект масштабируем его можно да чтоб глаз не рвал добавляю subdivision вот вот ну вот ну вот вот шевти получились вот и они швы можно вот тут вот фикс аккаунт сделать fit и выбрать кривую в которую мы хотим это вписать видите ничего если не произошло наверное мы забыли применить масштаб вот да и то есть вот такие шовчики можно там еще дальше масштабировать главное не забывать применять масштаб вот и дальше когда правим кривую да то мы меняем эти швы также можно этим порисовать например добавим также сюзану нажимаю там control 1 control и применю вот такая да как порисовать на ней этими швами мы должны выделить кривую нашу зайти в режим редактирования выделить все нажать x и удалить вершины пойти на то место которое мы хотим рисовать где хотим рисовать далее выбираем draw вот идем в настройки вот сюда и говорим что хотим рисовать по поверхности или начинаем рисовать и стиму так и тут еще нарисую но когда я нарисую вторую линию да тут ничего не происходит и вот это вот беда ну она в принципе нормально и логично так и должно работать потому что кривая это у нас деформационная он не понимает когда она прерывается вот дальше есть еще такой моментик да видим что у нас как-то не той стороной вот полечить это можно перейдя в режим редактирования вот и ну мы тут увидели да что как бы развернуть на на 180 градусов заходим в режим редактирования выделяем вот по оси x r x 180 на и развернем так и соответственно пиво где вот он где то так то есть и видим наши швы дальше так выделим кривую можно добавить подразделений вот да и таким как бы макаром можем это прорисовывать да что сделать с этой кривой можно просто берем надо к скопировать и мэш да то есть сам массив с модификатором и кривую выделить нажать shift d например вот нажму слэш чтоб все пропало и здесь возьму сниму выделение и выделю вот эту нажму дэвид и сразу они сюда видите переехали конечно неудобненько но можно чуть-чуть вывернуты до для нее возьмем можно опять же брать действие модификаторов показывать может так удобнее будет нажать rx и покрутить в нужную там сторону вот еще можно было крутить не это а крутите кривую да то есть выбираем вершину нужную и у нее есть такая штука как tilt да это же можно было вот здесь это дело покрутить то есть сделали какие-то швы и если вдруг мы хотим это запечь все в принципе можно все это до объединить от наша там хай поле давайте тут скоро подразделений вот так контролей применю эти все модификаторы применяю и тут контролей сейчас тут контролей и пай да то есть это уже теперь просто примененные кривые нам не нужны вот и то это это вот этом да ксюзане нажимаю control джей вот это теперь один наш могу еще дополнительно там сгладить чтобы была красивая а дальше shift и добавим до нашу еще полную мартышку вот такая она можно ее также переименовать до чтобы не путаться типа п вот это вот это сюзанна со швами так и пошли и запекли да то есть выделяем например хай поле с контролем лоу поле активная выбираем shift и текстур где-то вот тоже сделаю там небольшое как хватит так переходим то выделили вот здесь переходим выбираем сайклс юбэйк нормал и вот тут выбираем да что мы хотим с выделенного на активный тоже и нажимаем то есть видим на шовчике запеклись shift альтез ой shift альтез до сохраним текстурку на рабочем столе вот и еще запечем а у так опять же вы можете и diffuse запекать да тогда там ниткам дать свой цвет нужный и все будет хорошо на 5 с сохранили есть на тут я просто сейчас возьму применю копирую откроем норму так спрячем да и вот наша в поле моделька и вроде бы неплохо да все на ней видно если в большем разрешении то конечно вот этих пикселей не будет будет все хорошо да при этом никакой перекруженности сеткой нет и вроде бы видим швы так надеюсь с этим помог там вроде все всем спасибо